С 20 по 22 сентября в Брестском центре Олимпийского резерва по водным видам спорта были даны старты заплывам спортсменов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. 28 пловцов со всех уголков страны сражались за звание лучшего на дистанциях в 50, 100, 200 и 400 метров. Такой чемпионат областной центр принимает впервые, но с задачей своей организаторы справились на отлично. И брещане, и гости города отметили, что дворец водных видов спорта оборудован по последнему слову техники и приспособлен для проведения соревнований среди людей с ограниченными возможностями. У нас построен такой очень хороший спортивный комплекс, дворец, как у нас его называют, где есть все для того, чтобы у нас могли проходить соревнования и учебно-тренировочные занятия для инвалидов-опорников. То есть вы сами понимаете, что люди, у которых отсечены какие-то конечности или есть нарушения двигательного такого действия, что им сложно. У нас есть и специальное оборудование для того, чтобы они могли помыться, и лифты, и работа, все доступно. Такой чемпионат проводится ежегодно и является отборочным этапом на международные старты. Лучшие пловцы по итогам брестских заплывов будут отстаивать честь страны на чемпионатах мира и параолимпийских играх. Участие в соревнованиях принимали как начинающие спортсмены, так и уже известные и титулованные. У каждого атлета есть свои секреты успеха, которые помогают взойти на высшую ступень пьедестала. Тем более, что желание и упорство в достижении своих целей спортсменам не занимать. Планы грандиозные, так сказать. Само собой, хотелось бы поучаствовать в более серьезных международных соревнованиях. К этому будем стремиться. Тяжело будет, но будем к этому стремиться. Как и в любом первенстве, на открытом чемпионате страны по плаванию были определены самые быстрые и подготовленные. Но именно на таких стартах проигравших не бывает. Каждый из этих спортсменов уже победитель. Ведь, несмотря на физические особенности, у них невероятно стойкий и сильный дух, который невозможно сломить. Он помогает жить и радоваться каждому дню, который двигает вперед и не дает им останавливаться на достигнутом. Инвалидам нельзя зацикливаться в своих четырех стенах. Они, если хотят чем-то заниматься, они должны идти куда-то, заниматься спортом. Это способ самовыражения, самореализации. Это способ интеграции в общество. И поэтому государство готово помочь в этом деле. Только было бы у них желание. Поэтому проведение вот этих чемпионатов показывает своим примером о том, что надо двигаться. Движение – это жизнь. И можно достичь очень высоких результатов, занимаясь спортом.